МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть перспективная бизнес-идея. Республика поддержит финансами. В Мариел определили приоритетные виды деятельности малого и среднего бизнеса, которые в этом году могут рассчитывать на господдержку. Соответствующий приказ принят региональным Минэкономразвития. В рамках программы развития бизнеса в Мариел в этом году будет направлено более 40 миллионов рублей как из федерального, так и республиканского бюджетов. Этот станок платменной резки способен в автоматическом режиме вырезать до 4 отверстий в минуту. Оператору необходимо всего лишь ввести в компьютер необходимые параметры детали. Все остальное машина сделает сама. Именно здесь макеты виртуальных деталей приобретают необходимые формы. Сначала сталь режут, гнут, красят, сушат. Затем изделие собирается вручную. За месяц это малое предприятие может произвести с нуля 7 секций распределительных электрощитов или целую трансформаторную подстанцию. Кстати, их здесь производят 8-й год подряд. Производство поставили на поток в прошлом году, когда предприятие получило субсидию почти в 700 тысяч рублей. Мы возместили 50% на приобретение двух станков. Это листогибочный пресс и гидравлические ножницы. Это оборудование помогает нам сделать производство электрощитового оборудования замкнутого цикла. То есть мы уже сами самостоятельно можем делать шкафчики для этого оборудования, которое мы раньше закупали. А сейчас у нас полностью предприятие, готовое к производству собственных изделий. Сотрудников на предприятии 20. Заказы на производство электрощитов стали поступать не только из Ёж-Королы, но и районов республики. Клиентов подкупают высокое качество, доступны цены, индивидуальный подход к каждому проекту. А начиналось все с электромонтажных работ. Спустя 9 лет здесь строят перспективные планы на будущее. Мы хотим пристроить еще один цех к существующему нашему помещению, туда поставить покрасочную камеру и полностью сделать предприятие замкнутого цикла по производству электрощитового оборудования. Сегодня в Мариел в малом и среднем бизнесе трудится более 50 тысяч человек. В общем обороте организации республики их доля в прошлом году составила почти половину. Открыв свое дело, Елена нашла работу и себе, и еще другим жителям города. Если производству удастся расшириться, здесь вакансии вновь откроются. Возможно через год-два, а то и раньше, эти изделия станут участником республиканского конкурса «100 лучших товаров Мариел» или вовсе получат знак качества «100 лучших товаров в России». Как показывает рейтинг, в столь престижный список попадают не только акулы бизнеса, но и небольшие предприятия, изготавливающие качественную продукцию по доступным ценам.